При Николае II города меняют свой облик. Появляются высотные дома. Например, в Киеве появляется дом высотой в 12 этажей. В Москве появляются дома высотой в 8 этажей. Весь исторический центр современной Москвы представлен в основном домами николаевского времени. Эти дома снабжались лифтами, электрическими коммуникациями, водопроводом, канализацией. На кухнях этих домов появлялись электроприборы, такие, например, как холодильники или электрические плиты. Ну это все, конечно, глупости, но вот хороший вопрос. А кто же привел Российскую империю к краху, к развалу, к гражданской войне, к террору и голоду? Кто? Прислушайтесь к ответу на этот вопрос, который дает отставной военный в 1906 году, еще до краха империи, до всех этих событий. Его письмо – это реакция на бессудные расстрелы, о которых речь шла выше. И было опубликовано в этом же самом сборнике газеты «Русь». Неужели это ни сон, ни страшный кошмар? Неужели это правда? Что же это такое? Куда мы пришли? Я простой обыватель, далекий от всякой политики, не мог заснуть всю ночь, прочтя в газетах известия о беспримерной расправе. Во мне все кипело. Я первый раз в жизни берусь за перо, чтобы дать исход овладевшему мною чувству негодования. Если я, старый человек, возмущен до глубины души, то что должны чувствовать тысячи, десятки и сотни тысяч молодых горячих голов, слушая повсеместно подробности усмирения московского бунта? Пришло ли вам, победители, в голову, куда вы толкаете буйную молодежь? Никакие прокламации, никакие революционные пропаганды не могли сделать того, что сделали вы, ослепленные бесчеловечной злобой и неразумной жестокостью. Тяжкий грех взяли вы на свою душу, великий грех совершили перед Родиной. Интересно, почему отставной военный пишет такие глупые письма? Он что, не понимает, что расстреливали и жгли по законам военного времени? Тут же корреспондент пишет, что побывал во всех больницах, где содержатся раненые во время волнений в Москве. Кроме, конечно, тюремных и военных лазаретов, куда не пускают. Большинство раненых из публики совершенно не принимавшие участие в борьбе. Масса женщин и детей. Раны тяжелые. Доктора утверждают, что многих расстреливали в упор. Это не какие-то там большевистские газеты. Это не какая-то советская пропаганда. До Советского Союза еще, до победы большевиков еще несколько лет. 1905 год. Журналист пишет о том, что женщины и детей расстреливали в упор. Вот в этом было величие государя как реформата, как государственного деятеля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова